ай 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 а 34 6 пропадет знаешь почему ты сейчас увидишь почему давай левее уходим в левый ряд тут машина не ездит может спокойно ехать сейчас смотри подъем начнется не топи ноги заболят какая прекрасная что ты что за машина я не знаю это николай здравствуйте сегодня мы едем на транслятор на водоотброс которого уже возможно нет и с ретранслятор может еще за ним куда если хватит сил с тебя просто течет трусчем все то же самое ребят те же самые велосипеды та же самая камера был арбуз в магазине купили ну паленый вот прям знаете водянистый огурец и я попробовал это через соковыжималку пропустить добавил сахара и получилась такая огуречная красная жижа с сахаром надеюсь она мне хоть как-то поможет вносит плюс 32 это вообще непостижимая температура я человек не люблю который не люблю да и вы наверно не видите но с николая капает прям направо как же прижимает туда улиток просто идет вниз гайс всем привет сегодня у меня хорошие новости для любителей походов по болотам пвд и бушкрафтов меня написал сергей с канала актив life и теперь я обязан ему помочь ребят если вам нравится походы с ночевками костры комары болото велосипеды палатки ножи всякие туристические обзоры прошу на канал к сергею ссылки в описании проходите радуйтесь что комары кусают не вас ребят мне попался такой экземпляр который нигде не был где я был вы не представляете какая это страсть и удача для меня ехать с человеком который не знает куда мы едем он и не спрашивает он не доверяет элеватор да мы едем на удивление очень быстро при встречной ветре как бы это ни обернулось бедой все будет замечательно мы сейчас выйдем короче к гаешному пасту и поедем сначала по левой части а потом переедем на дорогу чуть-чуть пострадать в начале я там кайфится дальше о все катится мы едем вот туда всеми знакомая всеми любимая вышка ее кстати видно вообще из-за города ты едешь где-то за городом там 30 метров 40 от города ее видно по шпалам это все для дураков нам за двойником слева ну ты понял нормально да? человек удивляется в первый раз здесь а там эти едут у нас гости страшно пи***ь ахахахаха ахахаха ахахахаха я не знал что там торчит так сильно бревно я знал ахахаха я в прошлый раз тут ехал и его тут не было вот туда здесь тут направо кайф ахахахах они закрыты б***ь ребят закрыты вспомните как оно сильно сильно сбрасывало воду а сейчас оно никакое Ребят, ветер просто ужас. Смотрите на Николая. Смотрите на мой елочек. На штанишке вы смотрите. Мы просто не можем удержаться. Он на месте идет. Что за 30 дней он реально на месте идет. Слушай, получается корабль с его скоростью. Лень телефон доставать. Я тебе больше скажу, он быстрее корабля идет. Да, чуть-чуть причем. Да, это было бы смешно. Как вы заебали, блядь. А в прошлый раз оно было под водой. Стелс бы я не понес. Это точно. Стелс бы я не понес. Мы теперь измеряем велосипеды в стелсах. Не в килограммах, а в стелсах. А, педал. Прям под чашечку, знаешь. Это все мне? Да. Спасибо. Как ноги? Плохо. Плохо. Без мотивов, то плохо. Плохо без мотивов. А вообще даже здесь прекрасно. Блядь, ну, ебанес. Ха-ха-ха. Сейчас скажу, что больше прямо. Нет. Бей. Нам прямо. Ну, это не жестко-жестко. Потом домой ехать, сука. Там все вниз. Все. Там все вниз. Кто мы догнали, Николай? Сука. Да успокойся, все нормально будет. Как дела? Да-да. Да-да. Человек? Забрался. Я тоже. Сейчас. Пиздец. А ну-ка, сделай. Буф. Не жарковатый. Варилка просто пиз... Просто нельзя. Мы идем, и с нас течет. Мы пьем, и сразу с нас вытекает. А подъем 4 километра. Ну, он детский, на самом деле. А спуск волшебный просто вот... Будто камнем тянет вот вниз. Кстати, кому интересно, это китайские вот часы у меня все спрашивают. Не знаю, как звонилку можно какую-нибудь, чтобы трек писать. А чтобы пульс отслеживать, нет. В описании ссылку дам, посмотрите. Настало время раздеться, потому что слишком жарко стало. Я надеюсь, меня не забавят. Это все, что я хотел сделать. Деревья падали. Прикольно. Тут прохладно. Надо, короче, останавливаться будет наверху. Делать перерыв, иначе тепловой удар обеспечен. Мы нереально перегреваем. С нас течет. Просто вот делаешь так, будто в душе. Я все жду каких-нибудь комментариев. Ну, они просто не выйдут, потому что не осталось сил. Сил нет. Она прям тяжелая. Она соленая. А что она не сохнет? На мне это сохнет. Потому что она не успевает. Это тоже на мне сохнет. Все-таки в такую погоду, ребят, лучше сидеть дома под кондиционером. Пить чай холодный, блядь. Или лимонад там со льдом. А не заниматься вот такой п***тиной. Ну, вот такие, ребят, дела. Николай здесь первый раз. Я его сводил. Он хотел. Он хотел туда попасть. Я ему в форме. Правда, я его поднимал. Он сам поднялся. Но, ребят, главное ведь доехать. Он ходит у себя как дома. Кажется, мы идем на кухню. Он камень сидячий. Можно посидеть, но мы не пойдем. А это шишка, Николай. Знакомьтесь. Шиповник вот, ребят. Приезжайте, набирайте на чай. Все вот вас только ждет. Все как бы, как это называется, натуральное, выращенное на природе. Никаких газов тут нет, потому что они не поднимаются. Все чистенько. А вон паутина. Там паук живет. Ну, ладно. Ребят, природа. Нет, лучше. Ребят, смотрите, какой великолепный. Просто убийца. Смотрите. Годзилла. Жукенцы. Прекрасный. Смотри, какой четкий. Нет, я не люблю. Сосочек. Нет, не хочу сосочек. Не хочется сосочек. Он лазит по моей руке. Он говорит, Марк, Марк, дай мне щеколаду, Марк. Марк, щеколаду мне. Я хочу щеколаду попало, смотри. Сейчас поднесу, короче, его к микрофону, послушайте. Я хочу пиццы. Ладно, отпускаем. Пусть друг наш идет на свободу. Иди, друг, иди. Приятной тебе продуктивной жизни. Все, гайз. Отдых. Хочу на шишку. А Николай не хочет на шишку. Хочешь? Нет? Жалко. Жалко. Да, там же я не обротил внимания за это. Значит, что я хочу вам поведать. Были времена, когда еще... Блин. Где тут микрофоны? Что я вам хочу поведать. Были времена, когда я еще был молодой. Я ездил с города по ГЭС. Поднимался, в общем, на шишку. Спускался шишки на велосипеде. Естественно, я тогда поднимался на велосипеде. Спускался на велосипеде. Потом вот сюда поднимался на велосипеде. Тут говорил, ой, как мне хорошо. Как все было красиво и приятно. Жрал тут яйца с салом, блядь. Мне было очень хорошо. Потом я спускался. Ехал домой. А потом я почувствовал себя 85-летним дедом и отсиживался где-то в 10 с домом. Ну, не в этом случае. Наслаждайтесь, ребят, видом. Зовите друзей. Зовите, блядь. Где застали? Только шоколад, только быстрые углеводы, только сахар и жир. Это успех. Вот мы и насиделись, господа. Хочу съездить в дополнительно неизвестное место. Не знаю, получится ли у нас это. Скоро узнаем. Чудо свершилось. Мы едем. Я не знаю, что здесь. Ого. Ну, это и круто. Честно признаться, я хрен не знаю, куда мы едем. Мы доехали. Очень хотел сюда посмотреть, что тут. Тут прикольно. Красиво? Еще красивее. Ага. Смотрите, гайз. А это, короче, комбинат. О, какая там гора крутая. Он не рабочий, по-моему. И там к нему идет через гору вот эту, железная дорога. И там она идет над дорогой. Там прям арка такая, мы там ездили. А этот яблонево враг получается, я не знаю. Это, блядь, как колония-поселение, она тупиковая. Так, так, так. Вау. Офигеть. Офигеть. Реально круто. Как будто я еще не размерил. А он муравьиный, да? Пришло попрощаться с этим местом время. Вот тут в первый раз. И этот раз был прекрасный. Одна маленькая площадочка, но такая красивая. Да, да, да. Правда, неимоверно тяжело. По юборам есть. Туда, сюда. Да, оказывается, у нас был подъем. Теперь это прекрасный спуск. Конечно, в очках намного проще на спусках, потому что они слезятся и всякая мошкара абсолютно не мешает. Прям идеальная штука. Всем советую. Субтитры добавил DimaTorzok. Субтитры добавил DimaTorzok. Субтитры добавил DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...